Здравствуйте! В эфире информационная программа «День города». С вами Анна Герцовская. Мои коллеги-репортеры телекомпании «Город» подготовили для вас последние новости нашего региона. В этом выпуске. Перемены в составе правительства Рязанской области. Шаукат Ахметов ушел в отставку. Каждый дом в Рязани готов к отопительному сезону. На этой неделе произойдет пуск тепла. Малыши и мамы одно целое. Тенденции слингоношения плотно укрепляются на территории Рязани. Прохладная и пасмурная погода утверждает свои позиции в нашем регионе. Несмотря на то, что температура на улице держится в районе 10 градусов, отопление поступит в дома уже на этой неделе. Министерство ЖКХ Российской Федерации разрешило регионам досрочно начать отопительный сезон. Ранее включать отопление можно было при условии стабильного падения температуры до 8 градусов в течение 5 дней. Так называемая «холодная неделя». Этот порядок теперь отменяется. Отопительный сезон можно начинать по требованию самих горожан. И наверняка многие не захотят мерзнуть в своих домах, ожидая настоящих холодов. Администрация Рязани подтвердила арендировочный срок пуска тепла. В соответствии с прогнозом топить начнут до конца рабочей недели. Так сообщил исполняющий обязанности замглавы администрации Рязани Андрей Ульянов на пресс-конференции. Что касается Рязанского муниципального предприятия тепловых сетей, то им подготовлено к зиме центральных тепловых пунктов 125 и 74 котельных. Также выполнен ремонт 12 единиц котлов и 41 единица насосного оборудования. Еще раз отмечу, что это составляет 100% от плана. Не менее важным этапом подготовки к топительному сезону также являлась подготовка тепловых сетей. Также нашего предприятия тепловых сетей и Дягилевской ТЭЦ. Здесь также были запланированы определенные объемы, которые предусматривались финансовым планом предприятия. Все они были выполнены полностью. Также была реконструирована часть участка по проезду Яблочка. Частично затрагивала Зубкова улицу. Эти работы также были выполнены на сегодняшний день. В общем-то надежность обеспечена. Жилые дома и объекты соцсферы подключат за ближайшие 8 дней. График уже передали управляющим компаниям. При этом абсолютно все дома готовы к пуску тепла. План по подготовке оборудования и ремонту сетей выполнили на 100%. Аварийные службы сработали в должном режиме. Управляющие компании тоже подготовились к сезону. На данный момент, как сообщил чиновник, все работы завершены. Предприятие готово к включению отопления на объекты соцсферы жилые дома. Разработан график. Он, как и предыдущие два года, включает в себя срок 8 дней. Это объекты соцсферы жилые дома. Из этих 8 дней объекты соцсферы включаются в первые 3 дня. Почему 8 дней? Потому что система очень большая. Набор нагрузки происходит плавно, чтобы нам не сорвать гидравлические удары, не получить, не сорвать пуск. Однако, даже после начала отопительного сезона, многие рязанцы сталкиваются с тем, что в квартирах холодно. Что делать в таком случае? Опыт прошлых лет, когда в случае недостаточного температурного режима или затягивания в пуске тепла, ответственность перепихивали два предприятия друг на друга, ответственных за тепло. Это негативная практика, потому что страдают от этого люди. И у нас дана установка, чтобы предприятия на своем уровне разбирались в этих вопросах, граждане от этого не страдали. Соответственно, производился своевременный перерасчет, если идет какое-то неоказание качественного тепла. И вот надо сказать, что по опыту прошлого года нам показалось, что в том году жалоб при пуске тепла было значительно меньше. В этом году летние испытания выявили на треть больше повреждений, чем в прошлом. Специалисты намеренно давали максимальное давление, чтобы обнаружить и устранить проблемы заранее. Это позволило городу входить в отопительный сезон более уверенно. Задолженность перед поставщиками ресурсов сократилась по сравнению с прошлым годом. И пуску тепла ничто не угрожает. Накануне в Москве чествовали паралимпийцев, участников всероссийских соревнований по тем видам спорта, которые входят в программу летней паралимпиады. До этого спортсменов не допустили до участия в играх, проходивших в Рио. И президентом нашей страны было принято решение провести отдельные специальные соревнования, аналогичные паралимпиаде в Бразилии. Они состоялись в Подмосковье. По итогам соревнований спортсменов лично поздравил президент Владимир Путин. Среди медалистов была и рязанка Мария Богачева. Сегодня с ней пообщалась наш корреспондент Алена Куколева. На Всероссийской паралимпиаде наша землячка. Заслуженный мастер спорта России Мария Богачева завоевала две золотые медали, став лучшей сначала в толкании ядра с результатом 7 метров 42 сантиметра, а затем в метании копья, установив рекорд Европы – 16 метров 37 сантиметров. Сегодня, признается спортсменка, разочарование от того, что выступить на Олимпиаде в Бразилии не удалось, уже не такое сильное, как в первые дни, когда спортсменка об этом узнала. Разочарований у большого не было, я так скажу. Потому что, ну не едем, значит не едем. Волосы, что ли, на себе рвать от этого. Какие у вас дальше планы? Дальше планы я хочу отучиться на водителя, водительские права, короче, получить. Вот, дальше мы едем на сборы, продолжаем тренироваться. Сегодня уже можно смело утверждать, что Мария Богачева могла стать медалисткой паралимпиады в Рио-де-Жанейро, если бы сборную Россию не отстранили от участия. Результат, показанный ею на все российских играх в Подмосковье, позволил бы Рязанке занять второе место в толкании ядра. В Копье очень довольна, очень довольна. Потому что у меня был рекорд Европы в 2013 году в Италии, то есть когда я только начинала дальше, я уже никак не могла на этот уровень почему-то выйти. Хотя у нас в сборной многие профессиональные тренеры по Копью, они меня учили, я себя представляла медведем, который не умеет на велосипеде кататься. Девушка отправила снаряд на 7 метров 42 сантиметра. В Бразилии победила китаянка, установив рекорд, кинув снаряд на 47 сантиметров дальше. Олимпийская серебряная медалистки из Туниса не дотянула до результата. Богачевой 56 сантиметров. На сборах как раз ко мне подошла Мария Абакова, нам с Юлией дала мастер-класс. С тех пор как будто лампочка включилась в голове и результат просто попер. Это для меня настолько неожиданно и настолько радостно, потому что оказывается у нас с Юлей все так суперски. Тренером Марии Богачевой является родная сестра спортсменки Юлия Богачева. Девушка рассказывает, что у Маши с детства был большой спортивный потенциал. В школе она профессионально занималась легкой атлетикой, но после автоаварии, которая произошла, когда девушке было всего 18, о спорте даже и не думали. Из-за серьезной травмы позвоночника Маша оказалась прикована к инвалидному креслу. Все изменилось в 2007 году, когда сестра сегодняшней чемпионки узнала о возможности тренироваться и заниматься адаптивным спортом. От сестры все терпишь. Все у Маши характер бывает такой, иногда скверно. Да, не так свистишь, не так летаешь. Ну, я не знаю, как-то для родней, для сестры сделаешь все. Сегодня Мария Богачева – чемпионка и призерка чемпионатов мира, рекордсменка мира в толкании ядра и рекордсменка Европы в метании копья, заслуженный мастер спорта России. Как отметил Владимир Путин, такие спортсмены, как она, являются примером для миллионов людей. С такой волей к победе, волей к жизни и стремлением добиваться успехов, несмотря ни на какие трудности. В составе правительства Рязанской области произошли изменения. Вчера, 19 сентября, по собственному желанию, покинул свой пост Шаукат Ахметов. Распоряжение об этом ранее подписал глава региона Олег Ковалев. Шаукат Ахметов занимал должность первого заместителя председателя правительства региона. Его карьера началась в конце 70-х годов, после окончания института. Шаукат Габдулхатович работал инженером на Куйбышевском заводе. Затем продолжил трудиться в управлении дорожного хозяйства Рязанской области, которое со временем и возглавил. В 2008 году был назначен начальником главного управления автомобильных дорог Рязанской области. В декабре того же года занял пост министра транспорта и автомобильных дорог региона. С 2013 года был назначен на должность заместителя председателя правительства Рязанской области. В ноябре 2015 стал первым зампредом регионального правительства. Вчера, в день отставки Шауката Ахметова, губернатор Рязанской области Олег Ковалев вручил ему памятный знак благодарности от земли Рязанской. От площади Соборной через улицу Каширина, Семинарскую и снова на Соборную. Именно такой круг совершат участники соревнований Кросснации. Традиционное спортивное мероприятие пройдет в Рязани в ближайшие выходные. Вне зависимости от погоды, в день соревнований спортсмены преодолеют два вида дистанций – километр и три километра. Подробнее о предстоящем событии в материале Ирины Ковалевой. Кросснации, впервые прошедшие в России в 2004 году, на сегодняшний день является самым массовым по количеству участников и самым масштабным по географическому охвату ежегодным спортивным мероприятиям. Ожидается, что в этом году в нем примут участие сотни тысяч человек из 85 субъектов Российской Федерации, в их числе и Рязанская область. На пресс-конференции, посвященной Кроссу нации, министр физической культуры и спорта Рязанской области Татьяна Пыженкова отметила, что с каждым годом география данного мероприятия на территории нашей области расширяется. И в этом году в нем смогут принять участие жители 26 муниципальных образований. Это было сделано для того, чтобы, как вы сами прекрасно понимаете, расширить географию этого мероприятия, чтобы позволить как можно большему количеству рязанцев в нем поучаствовать, чтобы больше было семей, молодежи, которые не просто приедут на центральную площадку, но на своей земле в рамках вот этого праздника смогут поучаствовать в этом оздоровительном спортивном мероприятии. Организаторы на основе опыта прошлых лет полагают, что в 2016 году в Кроссе нации примет участие порядка 20 тысяч жителей Рязани области, ну а на центральный старт выйдет не менее 5 тысяч. Регистрация участников уже началась. Она будет проходить с 20 по 23 сентября по адресу улицы Ленина, дом 35, а также непосредственно перед стартом, который пройдет 25 сентября на площади Соборной в 12.00. Трасса, которая проложена, она уже традиционная, значит, это старт и финиш на площади Соборной. Бег будет проходить на основной дистанции по улице Соборной, по Первомайскому проспекту, улице Кашибино, улице Семинарска и финиш, значит, соответственно, площади Соборной. В этом году впервые в рамках проведения Кросса нации в Рязанской области школьники смогут выполнить нормативы комплекса ГТО. Также в этот день в зоне стартового городка будет проходить культурно-развлекательная программа. Рязанцам следует учитывать, что в связи с этим событием 25 сентября будет изменен маршрут движения общественного транспорта. Кроме того, организаторы предупреждают, что площадь Соборная накануне праздника должна быть освобождена от припаркованных автомобилей. В Рязани в результате аварии погиб пешеход. Происшествие случилось на Ряжском шоссе в понедельник вечером. 28-летний водитель, управляя автомобилем «Форд», совершил наезд на пешехода. От полученных травм мужчина скончался на месте. Личность погибшего до сих пор не установлена. Есть приметы. На вид погибшему 35-40 лет. Мужчина плотного телосложения. Рост 170-175 сантиметров. Волосы темные, короткие. Он был одет в темную куртку. Камуфлированную олимпийку, красную майку, черные брюки, темные кроссовки. Всех, кто располагает какой-либо информацией о личности погибшего, просьба сообщить об этом по телефону дежурной части 46-30-40. Современные мамы стремятся дать как можно больше своим малышам. Они прибегают к тем приемам, которые давно известны природе. Сейчас часто можно увидеть женщин, которые носят своих детей на груди, как в сумке, словно австралийские животные кенгуру. Тренд последних лет – слинги покоряют весь мир. Большие шарфы, выполненные из ткани, достигают от 2 до 6 метров в длину. С помощью них можно прикрепить к себе ребенка, в том числе и на спине. Плюсов масса. У родителей освобождаются руки, малыш со временем привыкает, обретает спокойствие в такой атмосфере. И ко всему прочему происходит тактильный контакт, который так необходим детям на первых этапах жизни. Анастасия Булатецкая, молодая мама из Рязани, вышла в финал конкурса слингом «Мама России». Состязания прошли в Челябинске, и Настя заняла одно из призовых мест. На соревнования она полетела, когда ее сыну было всего 9 месяцев. Если с первым ребенком я еще думала и выбирала, то с вторым ребенком у меня даже не было вариантов. И я с рождения, как только выписала сыру дома, с первых дней начала носить ребенка в слинги. Это дает мне и свободу передвижения, и возможность делать какие-то свои дела. И при этом ребенок находится со мной, рядом, чувствует у меня тепло, ему спокойно, уютно и хорошо. Такой тренд современного общества, как слинги, добрался до нашего города относительно недавно. К примеру, 8 лет назад мамочек, которые носят малышей в слингах, можно было пересчитать по пальцам одной руки. Свободные руки – это для мамы вообще просто очень важно, крайне важно. Во-вторых, это действительно телесный контакт, ребенок намного спокойнее, когда он постоянно рядом с мамочкой. Вроде бы он и не на руках, но при этом всегда рядышком. Ну и удобство выполнения домашних дел, удобство кормления ребенка. Уже сегодня в Рязани есть клуб «Слинга мам». Здесь встречаются девушки, чтобы пообщаться, а также поделиться опытом. В переводе с английского «слинг» – «перевязывать». Слингом называют специальное тканевое приспособление, которое помогает родителям носить ребенка на себе, что позволяет маме быть более мобильной. В слинге ребенок находится в том положении, которое мама держит на руках. То есть мы носим постоянно ребеночка на руках, в люлечке, либо он сидит вертикально, придерживая спину. Вот эти основополагающие, они и легли в основу, когда ребенка наматывают в слинг. Кстати, слинг обеспечивает максимально тесный контакт мамы и ребенка, что особенно важно в первый год жизни малыша. Уже сегодня можно часто видеть на улице маму и ребенка в одной увязке, а в сентябре даже отмечают праздник – Международный день «Слинга мам». На данный момент это все новости, которыми мы хотели с вами поделиться. Много другой интересной информации вы можете получить на нашем официальном сайте город62.тв. Я с вами прощаюсь и желаю вам отличного настроения. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин